Я просто что-то не забыть, мы зайдёмся несколько... Значит, 8 марта этого года, вашему покорному слуге, значит, круглая дата, но мы решили отметить эту дату трудовыми подвигами. Приедет наш сын, и, значит, будут наши концерты, главных три участника, Татьяна, Александра и Сергея Никитина. Первый концерт будет 3 марта, и вот, значит, кто хочет попасть, это очень такой счастливый случай, можно сказать, халява. Дело в том, что нас пригласила выступить высшая школа экономики. Они сняли шикарный зал дворца культуры ЗИЛа. Там 1200 мест. Какое-то, значит, количество мест, там, не знаю, 600-700 займут студенты и преподаватели высшей школы экономики, а желающим они предлагают, значит, зарегистрироваться в интернете и заказать входные билеты. Вот, значит, мы, по крайней мере, завтра с утра, это появится на нашем сайте, на моем фейсбуке, а, может быть, уже висит на сайте высшей школы экономики. Четвертого числа мы выступаем в Центре авторской песни, вы знаете, на метро Достоевской, спасибо далеко отсюда. Шестого числа в Троицке, перед своими коллегами-физиками. Восьмого числа будет главный юбилейный концерт театра «Мастерская Фоменко». Билеты еще есть, говоря. А девятого здесь. Ну, здесь будет уже что-то очень неформальное. Ну, я надеюсь, мои коллеги по цеху авторской песни придут, ну, и еще и что-то для зрителей. Вот, да, марафон на этом не кончается. Десятого числа я должен появиться в городе Сочи, потому что там концерт как раз устраивает Тетерин со своим фондом для участников Пара-Олимпиады. Одиннадцатого числа, восемьдесят пять лет исполняется Фазил Искандер и в Центральном доле Дома-Литератором Борцаида. Вечер в его честь. Ну, и мы, конечно, с Татьяной, уж не знаю, кровь из носа, конечно, мы придем туда поучаствовать. Потому что Фазил Искандер – это любимый, по-моему, самый любимый наш писатель. Интересное начинание, между прочим. Если кто помнит, в созвездии Казлатура это вот такая крылатая фраза. Перерыв.